Я был в Гефсиманском саду. Маслины стоят там в стройном ряду, и в этом саду склонялся Христос. Ответить Он должен на Божий вопрос. Я видел деревья, им две тысячи лет, и слышат они Иисуса ответ. Пусть чаша, Отец, минует меня. Впрочем, довольна пусть будет твоя. Склонились деревья почти до неземли, там пота, кровавые капли текли. Мне тоже хотелось склониться в саду, сказать спасибо, что я не в аду. В ту ночь роковую молился Иисус, молитва к Отцу срывалась из уст. Пусть чаша, Отец, минует меня. Впрочем, пусть воля да будет твоя. И снова борение не выдержит нервы. Отче Небесный, я должен быть первый. А может, чаша пусть мимо пройдет. А кто же тогда грех мира возьмет? Друзей рядом нет, а деревья стоят. И громко они листвой шелестят. Будет деревья друзей Христа. Ну как вы могли уйти с поста? И снова Иисус на камне склонился, в молитвы с Твоей к Отцу обратился. Я выпью, Отец, чашу до дна. Твоей рукой она мне дана. Ты выбрал меня на заклание, Отец, грех мира на мне. О, это конец. На грешного сына ты не будешь смотреть. Ты отвернешься, а это смерть. А может, Отец, все минует меня. Впрочем, доволья пусть будет твоя. И слышат маслины тихий стон. Иисус свою жизнь поставил на кон. Ветки деревьев низко нагнулись. В это мгновение в саду все проснулись. Но поздно, друзья, Иисус принял решение. А вы не могли Ему быть утешением. Пришел народ Иисуса, взяли. В приторе римляне истязали. Потом повели, чтобы распять. Ну, как такое-то мне принять? Пошел я до Иерусалима. Как будто жизнь проходит мимо. Хотел с Иудой повстречаться. Ну, как могли так быстро сдаться? Потом я слышал про Иуду. Спросил себя, кто я буду? Раз за меня Христос распят. А кто же в этом виноват? Вопрос остался без ответа. Бродил почти до рассвета. Никто со мной не говорил. Я сел и горько слезы лил. Окликал у меня возле храма. Один прохожий очень рано спросил. А не видел ты Иуду? Ну, его здесь ищут все повсюду. Я отрицательно ответил. А в его глазах вопрос заветел. Он спросил, а ты откуда? А может звать тебя Иуда? Я отговаривался стал, а сам себя не узнавал. Мои грехи Христа убили. К кресту Иисуса пригвоздили. Так может я и есть Иуда? Хотел бежать скорее оттуда. Я испытал сильный шок. В таком борении я пришел в живой поток. Здесь встретил я учеников. Они сказали мне про кровь, хоть сами до конца не понимали. Вечерю принимать они сказали. Тебе нужно, брат, обновление. Принимай служение, омовение. Ведь можем мы хоть в месяц раз сказать спасибо, что нас спас. Он жертвой сделался за грех, а люди поняли на смех. Но он им злом не отвечал, на обвинение молчал. Прости, с креста он произнес. Здесь жертву Сына Бог принес. Ответ. Мы осуждаем, кто кричал, распни. А сами поступаем точно как они. Ведь если смерть Христа не возмещаем, распни с народом, повторяем. Ответ ведь знает из нас каждый, что день вечеря очень важный. Но как один порой в церковь не спешим. В страданиях Иисуса мы его не с ним. Зачем в Голгофе мы идем? Увидеть крест Христа на нем? А может руки мы ваем, когда друг друга не прощаем? Не поняли мы до конца, что там свершался план Отца. Чтоб каждый мог спастись от ада. Такой была его награда. А если продолжаем мы грешить, Голгофе надо поспешить. Не для того, чтобы Бога распинать, а просто со слезами постоять. Аминь.